Приветствую, меня зовут Капитан Поспелов, и мы продолжаем серию роликов, в которых я ознакомлю вас с интересными местами в Политехническом Университете. Сегодня мы оказались в месте, где я буду говорить чуть тише, чем обычно, и вести себя чуть восторженнее, чем обычно. Итак, позвольте вам представить читальный зал главного здания Политехнического Университета. Поехали! Сразу же при входе в читальный зал наше внимание привлекает скульптура, расположенная в глубине его, в северной части. Давайте рассмотрим ее поближе. Дело в том, что с этим памятником великому русскому писателю Льву Николаевичу Толстому связано достаточно много интересных историй. Дело в том, что отношения между Политехническим Университетом, тогда еще Институтом, и Львом Николаевичем Толстым начались, как это ни странно, только после смерти писателя. В день его похорон в 1910 году в институте отменили занятия и постановили собрать заседание ученого совета в актовом зале, в том самом белом зале, про который мы вам уже рассказывали не так давно. Тогда же постановили поставить здесь, в читальном зале главного здания, бюст, изображающий писателя. Но, как мы видим, не получилось. Сохранились документы, согласно которым в 1912 году в Политехнический институт пришло письмо от автора бюста Толстого с просьбой выкупить его работу за 250 рублей, но из института пришел весьма интересный ответ. Сказали, что денег нет, 450 рублей уже оплачены другому скульптору Илье Яковлевичу Гинцбургу за вот этот вот полноразмерный гипсовый памятник Толстого. Возвращаясь к Толстому, сохранились архивные снимки, на которых видно, что изначально памятник стоял вон там, в левой части зала, а вовсе не в его глубине. Таким образом, единственное более-менее прочное отношение, которое связывает Политех и Льва Николаевича Толстого, это то, что здесь открылся, по сути, первый посмертный мемориал памяти великому русскому писателю. Теперь, наверное, следует сказать пару слов и о фундаментальной библиотеке. Несложно догадаться, что, учитывая высокое финансирование института в первые годы после его создания, здесь удалось сразу собрать достаточно много изданий по различным властям знаний. Сейчас собрание библиотеки насчитывает порядка 4 миллионов томов. Библиотека обслуживает 45 тысяч читателей, и этот читальный зал является лишь одним из шести, которыми заведует библиотека. В последнее время я слышал много разговоров о том, что современная молодежь не посещает библиотеки читальный зал и, в принципе, не читает бумажную литературу. Но сегодня у меня, и, я надеюсь, у вас, была возможность убедиться в том, что это совсем не так. Сегодня мы увидели огромное количество молодых людей в этом читальном зале. И я думаю, то, что здесь по прошествии больше ста лет с того момента, как Политехнический институт был основан, занимаются тем же, чем я планировал заниматься 120 лет назад, очень-очень радует. Ну, а на этом у нас все. Сегодня мы знакомили вас с читальным залом главного здания Политехнического университета. Меня зовут Капитан Поспелов. Читайте хорошую литературу Толстого, Демедовича, Иродова, Ещерского. До новых встреч!